Говори, Господи, раб твой слушает тебя. Первая книга царств, с первой по третью главу. Рассказы о детях Библии читает и кран мухамедяна. В городе Селоме, во храме, склонилась на колени женщина. Это Анна. Она молится и зелевает свое сердце перед Господом. Какая же она печальная. У Анны нет детей, хотя она уже давно замужем за Елканой. У Елканой есть еще одна жена, Финанна, у которой есть дети. Финанна насмехалась над Анной, потому что у той не было детей. А еще Финанна видела, что Елкана любит Анну больше. Анна много плакала и почти ничего не ела. Она скорбела и поэтому пришла в дом Господень. Послушай, о чем молится Анна? Господи, дай мне, пожалуйста, ребенка. Если у меня родится сын, я отдам его тебе. Он станет твоим слугой. Упадав в крам, Господень, на своем месте сидел священник Ильи. Он уже очень старый. Ильи наблюдал за Анной и видел, что ее губы шевелятся, но не слышал ни слова. Священник подумал, эта женщина выпила много вина. Она пьяная. Ильи сказал ей, ты пьяная, иди протрясись. Анна ответила ему, нет, господин мой, я не пьяная. Я скорблю духом и зелеваю душу мою перед Господом. Илью стало стыдно. Нет, эта женщина вовсе не пьяная. Твоя молитва будет услышана, произнес он. Иди с миром. Нет, эта женщина вовсе не пьяная. Твоя молитва будет услышана, произнес он. Иди с миром. Анна возвратилась домой. Она больше не грустила, но верила, что Господь услышал ее молитву. Когда финанно снова начинала ее дразнить, она уже так сильно не расстраивалась. Скоро у Анны родился мальчик, и она назвала его Самуилом. Это имя означает, я выпросила тебя у Господа. Как же радовалась Анна. Бог всегда выполняет свои обещания. Женщина старательно заботилась о сыне. Пройдет немного времени, и он будет жить в храме вместе с Ирией. Когда Самуилу исполнилось четыре года, Анна привела его в храм. Она подошла к Ирию и сказала, Я, та самая женщина, которая здесь при тебе, молилась о ребенке, и Господь дал мне сына. Теперь я привела его сюда. Он будет служить Господу в его доме всю свою жизнь, потому что я пообещала это Богу. Потом Анна запела песню. Она благодарила Господа за все, что он ей дал. Женщина больше не печалилась, как раньше, а радовалась. Какой великий Господь! Самуил остался у Ирия во храме. Он помогал священнику в его работе. Мальчик любил Бога и хотел ему служить. Каждый год мама приносила Самуилу новую белую одежду, какую носили священники во храме. А знаешь, кто еще служил в храме? Офини и Финиес, сыновья священника Ирия. Но они не любили Господа, хотя тоже были священниками. Когда люди приносили мясо в Ажепо Господу, сыновья Ирия забирали себе лучшие куски. Они обкрадовали израильтян. Ирий замечал плохие поступки своих сыновей, но редко делал им замечания. Он боится их наказывать. Офни и Финиес непослушные и огорчают Господа, как не похожи они на Самуила. Он же наоборот послушен Господу. «Самуил! Самуил! Самуил!» Испуганно сдрагивает и просыпается. Кто это зовет его среди ночи? «Наверное, это Ирии!» Самуил быстро идет к нему. «Я здесь! Ты звал меня!» «Нет!» — возразил Ирии. «Я не звал тебя!» «Иди ложись спать!» Спустя короткое время Самуил снова просыпается от голоса, который звал его «Самуил! Самуил!» Мальчик во второй раз идет ко Ирию. «Ты звал меня?» — говорит он. «Я не звал тебя, мальчик!» Отвечает Ирия. «Иди ложись спать!» Самуил не понимает, что происходит. Он слышит голос, но Ирия говорит, что не звал его, тоже тогда его зовет. Может быть, ему показалось, не успел Самуил заснуть. Как услышал голос третий раз. «Самуил! Самуил!» Теперь Самуил уверен, что его зовет Ирии. Мальчик снова идет к постели священника. «Вот я!» — говорит он. «Ты звал меня?» Тогда Ирии догадался, что происходит. Самуил, что Господь зовет тебя. Самуил — это Господь зовет тебя. Если услышишь голос снова, скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Когда Самуил снова лег в постель, он услышал голос четвертый раз. «Самуил! Самуил!» Теперь Самуил знает, что это Божий голос. Говори, Господи, раб твой слушает. «Благоговейно» — отвечает мальчик. Бог сказал Самуилу, что израильтяне будут наказаны, потому что они сделали очень много грехов. Начнется война, и оба сына Ирия погиб на забитие в один день. Так Бог накажет их за все грехи. Ведь Ирия обличал их слишком мало. Самуил сильно испугался, когда услышал эти слова, когда он посмеет рассказать это Ирию. На следующий день Ирия подозвал Самуила и спросил, скажи мне честно, о чем говорил с тобой Господь. Когда Самуил рассказал все, что услышал от Господа, или понурил голову, действительно он заслужил наказание, потому что не воспитывал своих сыновей так, как надо, и его дети тоже достойны наказания, потому что не слушались Господа. Пусть будет так, как угодно Господу произнес священник. Позже исполнилось все, что Господь сказал Самуилу. В Израиле началась война. Сыновья Ирия, Офни и Финиис погибли в один день, как печально. Они не любили Бога и оставались непослушными. Ирия тоже умер, но пошел на небо. Там он всегда будет с Господом. Господь позаботился о Самуиле. Он возрастал с каждым днем. Самуил продолжал служить в храме. Господь сейчас и говорил с ним. Люди охотно слушали Самуила и говорили, он пророк, Божий слуга. Субтитры сделал DimaTorzok